До начала учебного года осталось меньше двух недель. Вузы набрали новых студентов, бывшие школьники определились, кем хотят стать. Между тем, желания выпускников не всегда совпадают с потребностями страны в кадрах. Проблемам в сфере образования посвятили Межрегиональный форум Общероссийского народного фронта. Дефицит инженерных кадров уже несколько лет. Эти слова периодически всплывают в выступлениях и высшего руководства страны, и региональных чиновников. Пока власти ломают голову в надежде придумать, как решить проблему, большинство российских выпускников относят себя к лирикам и поступают на гуманитарные специальности. Эксперты говорят, воспитывать будущих технарей нужно еще со школы. В Чуваши уже появились специальные инженерные классы. Но это еще полдела. Эти классы – это углубленное изучение предметов, на мой взгляд. Почему? Потому что изучать физику, математику в отрыве от потребности экономики или от потребности будущей профессии – это не самый лучший метод или не самая лучшая подготовка будущих инженеров. Поэтому, когда мы говорим об инженерных классах, надо параллельно говорить о трех вещах, на мой взгляд. Это восстановить уроки труда четвертого класса, потому что мы отправили на информатику, сегодня возвращаем обратно. Ну и, конечно же, очень важно черчение, о чем мы говорили. Это черчение должно быть компьютерная графика, современные технологии. Конечно, брать можно было бы не количеством, а качеством специалистов. Но и тут загвоздка. Забудьте все, чему вас учили в ВУЗе. Фраза среди работодателей нередкая. Иногда между тем, что требуется на производстве и что студентам дают в учебных заведениях, пролегает пропасть. И это при том, что предприятия, то есть потенциальные работодатели с учебными заведениями сотрудничают. В программах сокращается время производственных практик для студентов как высшего звена, высшего образования, так и среднеспециального образования. Вот это очень сильно пугает нас и настораживает. Потому что, значит, чем меньше они имеют практических навыков, тем понятно, к нам приходит полуфабрикат, и нам надо их учить. Количество часов на практику рано или поздно увеличат. Раз уж об этом в унисон говорят и работодатели, и руководители вузов. Школьников поступать на инженерные специальности тоже сориентируют. Однако у Чуваши, как у многих других регионов, есть еще одна проблема. Отток мозгов первопрестольную. Причем как перспективных абитуриентов, так и молодых специалистов. Возвращать их в республику планируют созданием рабочих мест с достойными условиями. Ольга Пырычкин, Андрей Спиридонов, Республика.